Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец и безусловно вас интересуют комментарии относительно новости, которые держат уже всех в напряжении со вчерашнего дня. Речь безусловно идет о решении президента Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного и также второго указа, которым был назначен новый главнокомандующий ЗСУ генерал-полковник Александр Сырский. В первую очередь мотивы этого решения, кто такой новый главнокомандующий, чего ожидать от смены военного руководства, поскольку президент Украины анонсировал широкомасштабные изменения, они коснутся не только смены главкома, будут также внесены другие серьезные изменения в военное руководство, вполне возможно они коснутся и Министерства обороны. На данный момент мы не можем подтвердить никаких слухов, которые активно курсируют по этому поводу, вы можете в принципе ознакомиться с сообщениями СМИ относительно кадровых перестановок, но уже очевидно, что это решение будет иметь безусловно далеко идущие последствия, ну и самое главное резонансность этого решения. О нем сегодня активно пишут не только украинские, но и мировые СМИ. Оценки принятого решения президентом Украины Зеленским разнятся между собой, но необходимо разобраться, разобраться спокойно, без эмоций и понять о чем идет речь. Давайте говорить исключительно о фактаже. Вчера президент Владимир Зеленский подписал указ номер 59 и указ 60 первым указом уволить залуженного Валерия Федоровича с должности главнокомандующего вооруженных сил Украины. И вторым указом номер 60 Зеленский назначил нового главкома генерала-полковника вооруженных сил Украины, командующего совкопутными войсками Александра Сырского. Также сегодня президент Украины своим указом наградил званием Героя Украины генерала Валерия Залужного и еще одного украинского командующего, генерала-начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова. Они получили свои звезды Героев Украины из рук президента. И таким образом был отмечен и вклад обоих украинских военно-начальников в их личные, в том числе усилия, а также усилия предпринимаемых под ними военнослужащими ЗСУ и украинской военно-разведкой. В войне, которая была развязана преступным путинским режимом еще в 2014 году. Об этом сейчас помнят не все, все предпочитают говорить о вторжении в 2022 году, а на самом деле война, напомню, началась еще в 2014 году. Итак, новый главком Александр Сырский и Валерий Залужный, что их объединяет и что необходимо вынести из этого решения. Ну, во-первых, нужно сказать о том, что генерал Александр Сырский и его предшественник Валерий Залужный, это люди одной военно-политической формации. Их разница в возрасте 8 лет, Залужному сейчас 50, Сырскому 58, но тем не менее оба прошли практически одну и ту же школу, оба вместе служили, вместе воевали. Более того, несмотря на те активные усилия, которые сейчас предпринимаются российской пропагандой по дискредитации нового главнокомандующего украинскими выраженными силами, в частности идут активные вбросы, которые касаются его происхождения, да, он действительно является уроженцем тогда еще РСФСР. Он родился в Владимирской области, в селе Новинки в 1965 году, тем не менее, вся его военная биография, начиная с 1986 года, она связана полностью с Украиной, где он оказался в возрасте 20 лет. И, кстати, его первое место службы это Лубны Полтавской области, самая, что называется, настоящая Украина. Более того, самое главное сейчас не поддаваться на провокации на ИПСО противника, который активно сейчас включился, это говорит о том, что наш противник опасен, он готовился, очевидно, к этому назначению, для него решение назначить новым главкомом Александра Сырского не явилось сюрпризом, Поэтому противник заранее заготовил серию пропагандистских материалов, которые должны дискредитировать не только лично его, но должны посеять сомнения в отношении нового украинского главнокомандующего со стороны военнослужащих вооруженных сил Украины и всех граждан Украины. Если разобраться с основными претензиями, которые выдвигаются в сторону Сырского, его происхождение, я напомню, что на самом деле у нас большое количество украинских военачальников, они являются уроженцами не только Украины, но и многих других регионов. В частности, ну, например, мы можем вспомнить о фамилиях многих украинских политиков, военачальников и нынешних, и прошлых, которые родились на территории других государств. Ну, например, тот же мэр Киева Кличко, гордость чемпиона Украины, чемпион мира по боксу, вообще родился в Кыргызстане, если вспомнить, но тем не менее, всеми своими спортивными достижениями он прославил Украину. То же самое. Основные претензии, которые чаще всего предъявляются к новому главнокомандующему, то, что он не так известен, как его предшественник, и то, что он получил свое военное образование на территории РСФСР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Но если разбираться точно таким же образом, у нас все люди, которые не вызывают ни у кого ни малейших сомнений, наши военачальники, многие из них также получали образование не в Украине. Да, генерал Валерий Залужный, это генерал новой формации, человек, пользующийся неизменным и заслуженным авторитетом среди украинцев, среди украинских военнослужащих, получил свое образование в Украине, в Одесском военном институте. Тем не менее, еще один из самых известных украинских военачальников, герой Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев, закончил, как и новый главком Сырской Московское Общевоисковое Командное Училище, то есть Московский ВОКУ. Михаил Забродский, генерал ЗСУ, герой Украины, с 1989 по 1994 год получал образование уже в Санкт-Петербурге в Военно-Космической Академии имени Можайского. Виктор Муженко, генерал армии Украины, закончил в 1983 году Ленинградское Высшее Общевоисковое Командное Училище. И тем не менее, никто не поставит ни их профессионализм, ни их патриотизм, ни то, что они абсолютно профессионально, абсолютно беззаветно преданы Украине. Вот мнение людей, которых можно назвать в определенной мере, скажем так, третейскими судьями и более известных своей критической позицией в отношении действий власти. Например, Юрий Бутусов, известнейший украинский журналист, также проанализировал вчерашнее решение и обратил внимание на фамилии людей, с которыми встречался президент. Это те люди, которые, как ожидается, пополнят команду нового главкома. Андрей Игнатов, Михаил Дропатый, Игорь Скибюк, Павло Полиса, Вадим Сухаревский. Вот с рядом этих военачальников, с некоторыми из них я знаком лично и точно так же могу подтвердить их высочайшую военную квалификацию и репутацию. Поэтому мы должны, еще раз повторю, очень четко сейчас разделить ситуацию с изменением военного командования и четко понять ключевой фактор то, что новый украинский главнокомандующий не имеет никаких политических привязок. Он всегда являлся на протяжении всей своей карьеры исключительно профессиональным военным и останется, безусловно, таковым и далее. Ну и самое главное, сам его предшественник, генерал Валерий Залужный давал ему самые лестные характеристики, недавно, в частности говоря о руководстве сухопутными войсками Украины, которое Сырский, кстати, возглавляет с 2019 года. То есть он своего рода здесь является одним из главных рекордсменов. Так вот, генерал Валерий Залужный говорил о том, что считает Сырского одним из самых ключевых своих военачальников, одним из тех людей, которые являются архитекторами украинской победы. Напомню, в его послужном списке героическая оборона Киева, далее Харьковская наступательная операция, Лиман, Бахмутская операция и ряд других операций, в которых он принимал участие и в которых он непосредственно принимал участие как разработчик. Вот слова Валерия Залужного, в котором он выражал полное безоговорочное доверие командующих сухопутных войск Александру Сырскому. Я не знаком с ним лично, но я знаком с большим количеством людей, которые знают его. Также наши подразделения под его командованием принимали участие в ряде операций, которые касались в том числе обороны Киева, обороны Бахмута, Харьковской наступательной операции и ряда других операций, где непосредственно командовал ими командующий осубхоркис и генерал-полковник Александр Сырский. Поэтому, еще раз повторю, в военное время это именно та ситуация, где мы должны в первую очередь проявить холодный разум и холодное восприятие ситуации. Ну и важно услышать первое заявление, которое сделал новый главком, приоритеты своей деятельности. Здесь он точно так же продолжает курс своего предшественника, генерала Валерия Залужного. В частности, статья программная, которая вышла у Валерия Залужного, это была уже его финальная статья в качестве главкома на сайте американского телеканала CNN, где он говорил о новой роли, исторической роли и новом значении БПЛА. Именно это и собирается продолжать в новой должности главкома генерал Александр Сырский. Он заявил в частности о том, что здесь полностью повторяется то, о чем говорил Залужный. Внедрение новых технических решений, масштабирование успешного опыта, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы. Только изменение постоянного совершенствования средств и методов ведения боевых действий позволят добиться успеха на этом пути. Также он заявил, что в ключевом, ключевыми задачами выйдет быстрое рациональное распределение, доставку всего необходимого для боевых частей. Поскольку есть, надо признать, об этом говорить, проблемы с логистикой, но опять же они вызваны действиями не военного руководства, а действиями чиновников, в первую очередь, Министерства обороны, об этом были достаточно большое количество публикаций. Сырский также известен как командир, который сам непосредственно, часто анонимно, он не раскрывает подробности, об этом не сообщаются в публичных источниках, сам проверяет позиции передовых подразделений, и при этом он посещает такие места, как, например, Бахмут, где он находился, там около, по-моему, десятка раз он приезжал, большую часть все эти поездки были засекречены. То же самое касается личного руководства, и он любит вникать во все подробности операции, как свидетельствуют люди, которые знают с ним. Ну и известны еще подробности его, скажем так, личных привычек. Он спит не более 4,5 часов в сутки, встает обычно в 5.30 утра, занимается физическими упражнениями, и тут же приступает к выполнению своих непосредственных задач. Позывной нового главкома БАРС, вот этот БАРС, назван в честь одного из подразделений, которое принимало участие в боевых действиях в АТО под его командованием. Он взял себе этот позывной, и сам он объяснял, что БАРС это очень хитрое и осторожное животное. Напомню, позывной Валерия Залужного, волонтер, об этом знало также не такое большое количество людей, таким образом можем сказать, что БАРС сменил волонтера, и на должность главкома пришел не столь публичный, но тем не менее человек, которого, это единственный человек, которого можно назвать соизмеримым по уровню военного опыта, как и генерал Валерий Залужный. Вот они вдвоем составляют именно ту пару, тот дуэт, которые знали и знают о нашем противнике больше всего, которые лучше всего понимают структуру вооруженных сил Украины. Еще раз повторю, Сырский на протяжении пяти лет командует самым многочисленным родом войск, сухопутными войсками Украины, и знает досконально не просто каждую бригаду, а знает физически и фактически каждого командира своего батальона, и со многими из них он находится во время проведения операции, находится на прямой связи.